...завоёвано китайцами. Возрождённая династия Мина, потом династия Цин, последняя китайская династия, Маньчжурская династия, покорили монголию. Китайцы очень плохо относились к монголам, и вся монголия была форобощена. И феодалы, и ламы, и простые ораты-пастухи все были что-то китайцам должны. В то время в монголии уже не было хан. Монголами правили ламы. В высоком 17 веке монголы приняли буддизм окончательно. И как в Тибете был Далай-лама, в Монголии был бог да гэган. Живой бог-перерожденец. То есть он снова и снова рождался в новом теле и правил в любви. В то время был бог да гэган восьмой. И он был очень талантливым человеком. И все свои силы вкладывал в то, чтобы страну от китайца посвободить. Он заигрывал с царской Россией. И царская Россия, конечно же, взячески помогала Монголии. Для того, чтобы ослабить Китай. А на самом деле для того, чтобы выйти к Индии. И насолиться на Личаном, нашим главным врагом. Это там большая игра того времени. За англичане взяли Тибет. Прожевальский пытался проникнуть, ему не удалось. Тибетцев не пустили. И нужно были наши границы, настрально-азиатские, сферу нашего влияния продвинуть как можно дальше на юг к английским владениям Индии. Поэтому, например, мы подарили Богда Гагану. Николай Второй подарил Зимний дворец. Нет, не тот, который в Петербурге, конечно же. Но Зимний дворец был построен в городе Урга, в столице Монголии. До сих пор он в последний день сохранился. Большой двухэтажный пипетческий дом. Ну, такой богатый, как в Сибири строили. Для монголов это был настоящий дворец. Двухэтажный, не юрта какая-нибудь, а дом. В общем, Богда Гагана народ любил. А китайцы не любили и всячески хотели его уничтожить. У Богда Гагана была слабость. Ну, не интересно же, если у героя есть слабость, правда? Какая же слабость была у святого? Святой любил выпить. Бывает. Китайцы на этом сыграли. Они преподнесли ему элитную водочку. Очень, говоря, вкусное было. И измытил его спину. Богда Гагана был крепкий мужчина. Он не умер, но потерял зрение. Эффект видела его спину. Не умирает, а зрение теряет. Страна погрузилась в траур. Живой бог ослеп. И оракул Чой Джин Лама, Паф Транс, озвучил волю Батхисад. Чтобы зрение вернулось святому, нужно построить статую Будда Амала Китешмара высотой 28 метров из золота. И монголы стали снимать женщины серьги, кольца, мужчины золотые табакерки, золото, серебро стали сдавать, чтобы отлить эту статую и вернуть зрение цветов. Но при всем желании, монголы такую штуковину, статую высотой с 10-этажный дом, отлить не могли. И они обратились к царской России. И, как друзья Монголии, мы им отлили этого Будда на литейном заводе в Санкт-Петербурге. По частям привезли и установили. Конечно же, не золото, а из бронзы. И лишь позолотили ее. Статуя сохранилась до наших дней. Для нее был построен специальный храм Ганданг Тянг Челин. Я еще застал у Ланбатра, где это было самое высокое здание. Это огромный храм. Вы входите в полумрак и видите только большие пальцы на ногах Будды. Из высоты 10-этажного дома смотрят глаза из драгоценных камней. Одна из самых больших стат Будды. Статуи построили, но зрение к святому так и не вернулось. Видимо, надо было все-таки золото. Но золота всей Монголии не хватило. И так Россия всячески влияла на Монголию. Часть Китая Тува в 1914 году стала частью России. Мы взяли ее под свой протекторат. Когда Китай был ослаблен. После революции. Но после революции уже Гаминьдан вновь захватил Монголию. И монголы не могли поднять голову против китайцев. В Урге в столице стоял 10-тысячный китайский корпус. С пулеметами, кушками. А у монголов были еще только в лучшем случае кремниевые ружья, а так лухие стрелы. Возможно, царская Россия потихонечку бы отжала Монголию у Китая. Но не успели. Сначала сейчас Первая мировая война, которая закончилась чем? Дети. Революция. Революция. А революция переросла в Гражданскую войну. Итак, дети, кто воевал в Гражданскую войну? Воевали Белые и Красные. Белые и Красные. Итак, за что были Красные? За... За Комиссию. Поэтому не собирается. Вон, декрет о мире. За прекращение войны. Землю крестьянам. Заводы рабочим. Мир народу. Просто. Конечно, просто и понятно. Ну, а за что белые воевали? Царь, царь, царь. За царскую власть. Кто-то за царя. За монархию. Кто-то за конституционную монархию. Кто-то говорил, вся власть урширительному собранию. Кто-то говорил, анархия, мать, порядка. Короче говоря, белые воевали каждый за свою идею. Поэтому проиграли. Не было единства белого движения. Не было. Ну, и потом народ поддержал красных. В основном. Ведь страна-то была нищая. Только-только рабов освободили. Помните, как крепостное право отменили? Да, тысячи воскресенья. Шестьдесят первых. Да, шестьдесят первых. Шестьдесят первых. Христиан освободили, а без земли. Многие остались своих же помещиков. А кто-то подался в города, создав пролетариат. Работа была адская на заводах. Люди бедные жили. Мирную демонстрацию прострелял Николай Второй. Помните, кровавое воскресенье? Да. Мы увязли в этой никому не нужной войне Первой мировой. Война была за передел мир, за колонии. Короче говоря, белое движение терпело крах. Когда был уничтожен Колчак, правитель России, когда был в Омске, его столица была, его отряды стали разбегаться. Это и Семенов, и Бакич, и, конечно же, барон Унгерн фон Штернберг. Или Черный барон, как его называют. Заходи, заходи. Примастись, вон местечко есть. Сойдешь? Без барона Унгерна не представить историю Монголии. Расскажу вам историю этого человека. Вот как он выглядел. Ну, это он бледненький, это после допросов в Иркутске в 21-м году. Барон Унгерн происходил из знатного рода прибалтийских баронов. С 4-го века идет их род. Все его предки были рыцарями и умерли до войны. И он рос в замке под портретами своих рыцарей. Если мальчик так воспитывает, вы получите барона Унгерда непременно. Мальчишка, он сбежал из городоваринского училища и тайком пробрался на фронт русско-японской войны. В 95-й год? Да. Ничего себе, пробрался. В Балтике. Не, ну, после Анны Иоанновны они служили у нас, в Петербурге. Затем он служил, был очень храбрым офицером, но очень вспыльчивым. И дрался на дуэлях, которые были строго запрещены в царской армии. И на дуэли сильно покалечил саблями. На сабле дрались своего однополчанина, за что был разжалован и сослан в Даурию. Даурия, знаете где? Дальний Восток, Китайский границ. Это и сейчас там служить одну удовольствие, скажу. На земле минус 50, вообще 50. И он самовольно оставил часть и перебрался в Монголию. В Монголию он выучил монгольский язык и даже принял буддийскую веру. Причем в самой жесткой ее форме тантрического буддизма, которая дает могущество своим адептам. И когда его дикая дивизия, дико ее называли, потому что они вырезали всех без пощады, там были и казаки, и буряты, и чахарцы, садики. Стало отступать в 20-м году. Он думает, так, а почему бы не уйти в Монголию? Он пересекает монгольскую границу и отдает приказ штурмовать город Ургу. Урга это была столица нынешнего Лан-Банка. Представьте, в городе стены, укрепления, пулеметы на стенах пушки, у него только всадники. Конницы на пулеметы, парни, отличная идея, правда? Унгерн почти взял город, ему чуть-чуть не хватило по фронту солдат, и он отступил в горы. Унгерна ждала голодная смерть, голод, от холода зимой, в Монголии минус 40. Но тут простые монголы поверили, что барон это не человек. Это Махакала, грозный бог войны буддийской традиции. черный Махакала, который пришел, чтобы спасти их от китайцев. Он же с китайцев вел его отечества. А еще барон ходил в черном халате с золотыми драконами, царскими погонами, просил Георгиевский крест за храбрость, полученный Первую мировую. О, стоп, не заходите. Зайдите в гостевую юрту, отправьте детей лавочки взять, чтобы не понять. гостевую юрту. Пару лавочек. Просите у администрации, да. Так вот, он ездил на черном коне, ездил в черном, и черный Махакала вполне себе приставал перед глазами монгол. И монголы поверили, что он бог, и повезли ему юрты, продовольствия, лошадей, вступали в его армию, и вскоре он был готов вновь штурмовать рву. Перед штурмом барон в одиночку отправился на разведку. Барон не расставался с Ташуром. Ташур это палка, которой монголы погоняют коня. Но этой палкой барон наказывал своих солдат и даже офицеров. Он бил дворян. Смотрите. Дворян палкой. Ты отдавал приказы. Ты именно вас больше, чем солдаты. И вот он на черном коне, в черном халате с палкой подъезжает к воротам города где 10 тысяч китайцев. Ну, китаец видит охранник, да едет одинокий всадник, подумаешь. И снова задремал. Барон ее как палкой. А ну, мрать! Как смел ты, солдат, спать на посту? Был бы ты моим солдатом, я бы расстрелял тебя. Вытянулся и господину открыл ворота. Унгерн заехал в город, где 10 тысяч китайских солдат. Никто, от него такая сила шла, никто не посмел его тронуть. Он доехал до дворца, где под домашним арестом находился Бог Дагагин, живой бог, и сказал, ваше святейшество. Вскоре моя армия освободит вас, сохраняйте спокойствие. Вернулся, опять огрел палкой китайца. Тут уже китайцы поверили, что он не человек. Сначала убежали генералы, у них были машины. Потом офицеры, потом побежали солдаты, и когда барон начал штурм, он почти бескровно захватил город. После этого он провел зачистки, нашел всех коммунистов, всех повесил, и заодно всех евреев, за что он евреев не любил, я не знаю, и объявил день коронации Бог Дагагина. Он сказал, цель моей жизни возрождение монархии по всему миру, ибо только власть от Бога может быть законной. Бог Дагагин будет Бог Даханом, суверенным правителем Монголии, а я буду его военным советником. И стал советником при слепом старике. Короче говоря, вся Монголия оказалась под властью белогвардейцев. Возможно, это своеобразное государство просуществало бы много десятилетий, если бы барон Унгерн учел серьезную опасность. Он перевешал русских коммунистов, которые под видом купцов, торговцев, привлекали в Монголию и несли ее клювом. Но он не знал, что есть и монгольские коммунисты. И главным среди них был товарищ Сухерман. Вот его подлинная фотография 20-х годов. Сухерман был из простой семьи, он был пустухом, потом работал в тифографии, судя по-чему, таскал ящики с тяжелым чем-то, с буквами, наверное. Служил в китайской армии, дослужил сочинопрапорщика. И был очарован идеями Ленина о всеобщем равенстве, которые проникли с русскими в Монголию. И у Сухерман был совсем юный друг. Чойбалсан, это ему было 22, этому 24 года. Революции, парни, делаются молодыми. Меня трудно подлить сейчас на революцию, а вас еще можно. И Чойбалсан, прекрасно образованный юноша, знающий несколько языков, который писал по-русски, по-китайски, по-английски, на санскрите, он и составил первое воззвание к монгольскому народу, которое в типографии Сухераспечатал и отклеили Ургу. Вступайте в монгольский революционный кружок. Целых 20 человек с целого города откликнулись. Они создали маленький революционный кружок. Когда Унгерн проник в Монголию и захватил эту страну, Сухерман и Чойбалсан с его революционерами поддержали так как. Бежали на север, отступив в город Кяхту или Троицко-Савск, как ему называли Сарской Россией. Вот это вот Нис-Лэл-Хурэ, столичная страна. Это российская граница. И Сухобатар понимает, да, он поднял еще где-то 600 человек аратов, пастухов на эту войну, но 600 человек против 5000 садников Унгерна, хорошо вооруженных после взятия китайских арсеналов. Это ничто. Тогда Сухобатар и Чойбалсан тайком пересекают российскую границу, взятся в поезд и отправляются в Москву. Владимиру Ильичу Ленину. В Монголии Будете повсюду висят картины. Маслом Сухобатар в гостях у Ильича. Там сюжет почти один и тот же. Значит, хлеб, Сухобатар в меховом халате, зима, на священном буддийском платке Ильичу дары несет. А Ильич в неизменной жилетке что-то, значит, вещает молодому религиционеру. Ну, впрочем, что вещал Ильич, все это сохранилось, это было записано. Ильич учил Сухобатара, как построить социализм в отдельно взятой стране. Жил товарищ Сухобатар. Вы должны помнить, что не все китайцы ваши враги. Ваши враги китайские империалисты и феодалы. Вы должны опираться на китайский народ, который будет вашим другом в построении мирового социализма. И еще, товарищ Сухобатар, я понимаю вашу просьбу. Вы хотите, чтобы Красная Армия помогла разделаться с бароном Ункердом. Он наш классовый непримиримый враг. И Красная Армия непременно поможет братьям-монголам. Но мы не можем ввести войска в вашу страну, пока вы, товарищ Сухобатар, не объявите вашу партию законным правительством Монголии и официально не обратитесь за помощью к советскому государству. Классная идея, да? И Сухобатар тут же объявил, что Монгольская народно-революционная партия является единственной законной властью в Монголии и обращается за помощью к советскому правительству. И 35-тысячный корпус тут же подтягивается к монгольским границам. Сухобатар вдохновился и говорит, Владимир Ильич, а можно наша партия будет называться, как у вас, коммунистическая партия Монголии? Владимир Ильич говорит, товарищ Сухобатар, не торопитесь. Вам, монголам, еще предстоит совершить неизберимо сложный скачок из феодализма в социализм, минуя капиталистическую стадию развития. Советский народ и советская правительство всенепременно поможет братскому монгольскому народу. Но не торопитесь, товарищ Сухобатар, пока оставайтесь народно-революционной партией. До сих пор в Монголии вторая партия народно-революционной. Сейчас появилась демократическая еще. И они ведут борьбу за власть в Великом Хурале Монголии. Итак, Сухобатар получил все наставления. И Владимир Ильич что-то последний сказал, товарищ Сухобатар, не спешите уничтожать ваших монгольских феодалов и духовенства. Вы простые пастухи, вы не сможете управлять государством и непременно будете завоеваны какой-то западной державой или скорее даже японскими импередальствами. Товарищ Сухобатар, оставьте феодалов и духовенства у власти. Научитесь управлять государством, потом решите, что с ними делать? Чувствуете, как Ильич что-то уже прогорел на военном коммунизме? Ну, чтобы у нас так революция проходила. И Сухобатар, получив поддержку, отправляется в Монголию. Тем временем барон Унгер не терял времени даром. Он сказал, я освободил Монголию от красной чулы. Теперь я освобожу свою родину, Россию. И объявляет великий поход на Россию. Пять тысяч садников против всей советской России. Ну, он ненормальный был барон. Причем свою армию он разделил на две части. Держи карту. сам он с главными силами пошел на Троицко-Савст, чтобы уничтожить Сухобатара и потянувшие советские части. А генерал Резухина отправил вот сюда на озеро Хувсгел и дальше на Байкал взорвать туннели кругу Байкальской железной дороги. Гениальная идея. Если взорвать здесь туннели, то кусок России отваливается. А отсюда мы получим помощь гипонцев пожелезной дороги. Генерал Резухин получил приказ поднимать казаков на борьбу с красными. Казаки от красных не терпились, а них не любили. За Байкальские казаки эти еще были, ребята. Ну, у генерала был приказ только добровольцев. Казаки говорили, а ты, барин, мобилизацию объяви, и мы пойдем, а добровольцами нет. Что такое мобилизация? Всегодная кружка. Это очень просто делается. Сейчас все мужчины здесь получают оружие на складе и идем в Кремль свергать одинородную власть. Кто не пойдет, расстрел на месте. Парочку расстреляют, остальные тоже пойдут. И если бы так была проведена мобилизация под дулами ружей, тогда бы красные казаков порастреливали всех, ну, хотя бы семьи не трогали. А если казаки шли добровольцами против красной власти, красные были добрее белых, станицы под корень вырезали всех. И казаки не пошли. Резухин был разбит у Гусиного озера, отступил в Монголию, ему хватило ума бежать в Китай, оттуда во Францию, писать мемуары, которые вам цитируют. сам же Унгерн пошел на Троицко-Савск, он почти взял город, но он был очень верующим буддистом, за ним все время ходили ламы, астрологи, которые гадали, гадали, говорят, барон, сегодня плохой день для взятия крепостей. И он войска из города был. Красные потянули тяжелую артиллерию, фулеметы. Барон был разбит, ранен в бою и отступил в Монголию. Тут Монголы думают, так, он вообще живой бог или нет? Разве живой бог мог войну проиграть? А живого бога можно ранить? Он не бог, надо его убить, думают Монголы. Говорят, ага, а если живой бог, убьем, карму испортим. И Монголы решили ни нашим, ни вашим. Они его избили, связали и бросили в канаву и разъехались по домам. А по следу у Унгерна скакал храбрый партизан Щетинкин. У него были счеты с бароном личные. Увидят раненый человек, валяется в канаве, говорит, товарищ, кто ж тебя так? Я тебе не товарищ! Я барон Унгерн фон Штартберг и буду вешать вас красных везде, где смогу. Ха-ха, господин барон, вас и не узнать, Щетинкин. Ну что ж, вы арестованы и будете судимы революционным судом. После чего барона доставили в Иркутск. Протоколы допросов сохранились и он себя вызывающе кричал, что везде будет царская власть, он уничтожит всех коммунистов. В ночь перед расстрелом барон сгрыз свой георгиевский крест за храбрость, чтобы не достался красным, стальной крест и был расстрелян на спуске. Красная армия 6 июля 1921 года вошла в Ургу, столицу Монголии. После проведения зачисток 11 июля Сухебатор обратился к народу с названием на площади, которая сейчас носит его имя. Сказал, товарищи, с помощью Советской России мы освободили страну от белогвардейцев и китайцев. Мы будем строить социализм, справедливое общество. И еще, товарищи, у власти пока останется всеми любимый наш живой бог, Бог Дагагану. Нормальная, да, революция? Во-первых, Сухебатор, как все люди, очень любили старика. Он же всю жизнь боролся за свободу страны. Ну, не за что было его расстреливать. Там уже был слепой, старенький. А когда Бог Дагаган умер, Сухебатор сказал, товарищи, он мне перед смертью сказал, что больше не будет воплощаться. Теперь будет строить настоящий социализм. Но когда стали строить настоящий социализм, когда стали отбирать земли у монастырей, у феодалов, отпускать крепостых христиан на свободу, тогда Сухебатор заболел и умер. Скорее всего, ламы его отравили, ненадолго переживя Владимира Вечалезина. К власти пришел чайбал сам Монголии, а у нас товарищ Сталин. Советские войска пять лет находились в Монголии. Для того, чтобы уничтожить бандитов на западе страны, прежде всего на Болтайских горах. Ну и потом советские военные советники работали в Монголии. Я в форме полковника монгольской народной революционной армии, поскольку я русский, вот перед вами военный советник. Мы помогали Монголиям. Поехали русские учителя, врачи, ветеринары. Страна находилась на уровне 14 века по развитию. Нужно было срочно развивать ее. Школы, больницы, лечение эпидемии скота, которые уничтожали огромные погоды. И, конечно же, создание монгольской боеспособной армии. Мы везли монголам оружие. В больших количествах. Танки, самолеты. Причем все это везлось, якобы монголы сами делали. Вот, например, шашка. На обычной шашке там СССР или РСФСР написано. А вот это то, что монголы везли. Но на им. Сами сделали. Дело в том, что за Советской Россией внимательно следили наши исконные враги. Казал поэт, это все придумал Черчилль в 18-м году. Да-да, тот самый гениальный Черчилль. Особенно Запад раздражал Коминтерн. Коммунистический интернационал. Девиз Коминтерна тоже поэт озвучил. Мы на горе всем буржуям, мировой пожар разбил. Это была международная террористическая организация, которая существовала на деньги Советской России. Задача была свергать правительство и вызывать революции по всему миру. Ибо Ильич понимал, что в отдельно взятой стране социализм обречен. А когда по всему миру будет один большой колхоз, тогда и сравнивать будет не с чем. Убийство представителей власти, теракты, взрывы. Короче говоря, все это делалось за деньги Советской России. Понятно, что нас не любили. Но, впрочем, Советскую Россию никто не признавал. Не было такого государства. Впрочем, никто не признал и Советскую Монголию. Но мы признали существование Советской Монголии и в ответ монгольское правительство признало существование Советской России. Это первые в истории социалистические страны. Больше никто нас не любил и не признавал. Монголию считали частью Китая, нас считали вообще незаконным правительством, которое оккупировало власть в царской России. Ну, особенно не понравилась буржуинам национализация производства. Вот что ДНР сейчас сделает, да? Дети, устроить революцию первое же можно сделать. Забрать себе все заводы, фабрики, дороги, особенно те, которые принадлежат вражеским державам. Смотрите, какой-нибудь Генри Форд построил у нас заводик, а теперь это наше народное достояние. Буржуины, конечно, на что-то интервенцию, чтобы вернуть свою. Ну, ничего, Красная Армия всех сильнее, как известно. Так было и так будет, так все революции делаются. В общем, мы создавали монголам боеспособную армию. Она была небольшой, всего 4000 цириков. Цирик – это солдат. Но это была реально хорошая армия. Вчерашние пастухи создали автобради-танковые бригады. Довольно современными танками. Неграмотные парни, которые только научились читать и писать, поднимали в небо самолеты с красными звездами на крыльях. Монгольская армия создавалась по бросу лучшей армии того времени – Советской армии. И не зря, товарищи, не зря все это было, ибо тучи над миром сгущались. Все началось в 1929 году. Американские газеты, Вашингтонпост, Нью-Йорк Таймс запестрели сообщениями о том, что газ тут доменные печи, закрываются заводы и фабрики, люди остаются без работы, огромные очереди выстраиваются, устроятся на работу. В Америке начался экономический кризис, породивший Великую депрессию в 30-е годы. Кризис, товарищи, всегда начинается в Соединенных Штатах. А потом тяжелые кувалды капитализма бьет по другим капиталистическим странам. Кризисы бывают разные. В капиталистических странах обычный кризис – это кризис перепроизводства. Ну, например, ты выпускаешь автомобиль. Хороший автомобиль. Форд, допустим. Да, ты владелец компании. И вот ты выписал 100 тысяч фордов, а их перестали покупать. Что делать? Переходить на мировой рынок. Немножко снизили цен, но это не выгода. Немножко мы можем, но... Дать кредиты? Кредиты можно, да. Но еще... В другие страны. В другие страны. Вы хоть Анголу хотите их продавать, а там... Они говорят, слушайте, а у нас «Жигули» здесь у всех. Ну, мы с Советским Союзом дружим. Ну, это... А «Жигули» дешевле, и тут частей много. Не покупают в Анголе. Это я рекомендую выставить в Конгрессе Соединенных Штатов и сказать, господа, я пытался осчастливить ангольский народ. Вроде бы хороший транспорт. Но вы знаете, кто там в власти? Дикарь, людоед, диктатор. Неужели американское правительство не поможет ангольскому народу освободиться и построить подлинную демократию? Купить корни. Ну, если ты убедишь, мы находим повод для вторжения, свергаем диктатора, наводим порядок и впариваем твои формы. Понятно? Увы. Увы. Это первый кризис. Ну, это кризис перепроизводства. В социалистических странах было ровно наоборот. Кризис недопроизводства. Или дефицита. Ну, взрослые, дальше какой дефицит? Ну, да. Ну, ладно, в Москве еще более-менее было. А в глубинке приходишь в магазин, только соль и спички. И все. Представляете, чтобы что-нибудь купить? Редко колбасу, например, или сыр, должен этот заказ делать. Еще бывает кризис финансовой системы, когда деньги перестают вращаться. А деньги должны крутиться. Они должны лежать вложенные в форты или во что-то еще. Знаете, как среди вековье людей лечили? Кровь пускали. Давление падало, человеку как бы полегче. Кровопускание для современной экономики – это война. Один пуск нормальной ракеты, он у системы Томагава допустил. Миллион долларов. Шпук, они сгорели. И экономика оживляется. Войной. Увы, это экономические законы, как это не печально. Короче говоря, кризис охватил Соединенные Штаты. Охватил Англию, Францию, Германию, Японию. На волне кризисов в Германии к власти приходит Национал-Социалистическая партия. Почти. Ну, это был чуть позже. Во главе с Адольфом Гитлером. Как Гитлер выкрутился, как он вышел из кризиса? Нет, не сразу. Сначала он дал людям работу. Проблема безработица была. Дороги. Они стали строить прекрасные немецкие дороги. А потом, хотя Германии после Первой мировой войны было запрещено иметь террорий ход, западным странам сейчас было не в Германии. Кризис охватил. Немцы тихонечко начали делать прекрасные танки, самолеты. Люди получили отличную работу. А потом по хорошим немецким дорогам отличные немецкие танки поехали в разные стороны и завоевали всю Европу. Немцы с кризиса вылезли. Кризис охватил и Японию. Япония была очень необычной страной. До 80-х годов 19 века Япония была закрытым государством. Что это значит? Они никого к себе не пускали. И 600 лет они жили, как прекрасно в Северной Японии. Война сёгунов. Самураи махали мечами, созерцали сакуру. Ели рис крестьяне. Вообще. А потом прибыли американцы, как бабахнули по якогами. Орудиями правого борта. Говорят, ну-ка японцы, открыли порт. Японцы открыли, они ничего сделать не могли. И поняли, что они отстали, и это клетно 600 от всего человечества. Что их поработят. Как поработили Китай, Индию. Если они не совершат какое-нибудь чудо. А японцы любят чудеса совершать. Они его совершили. Буквально за 15 лет. Реставрация Майдзе. Молодой император, который понял, что нужно учиться у Запада, бросился учиться. Через 15 лет Япония всех догнала и перегнала. Они создали промышленность, тяжелую промышленность. Мощную армию, флот. Всё закончилось печально для России, в русско-японскую войну. Когда русские шли воевать с японцами, мы называли их узкоглазые обезьянны. Чтобы в первой битве, А чем всё закончилось? Мы потеряли огромные территории. Китайский Восточный железнодорогу. Порт Артур. В Сусимском сражении весь флот был уничтожен. Песня сложная про эту войну. Все её знают. Напомню. В Сусимском сражении весь флот был уничтожен. 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 Китайский Восточный железнодорогня. Китайский Восточный железнодорогня. И когда Японию ходил кризис, генерал Танако обратился к императору с меморандумом. Сказал, ой, император, для того, чтобы завоевать весь мир, мы должны завоевать Советский Союз. Перед тем, как завоевать Советский Союз, мы должны завоевать Китай. А перед тем, как завоевать Китай, мы должны покорить Маньчжурию и Монголию. Это план завоевания мира. Причем японцы договорились с немцами, что они поделят мир. Немцам из Советского Союза останется все, что до Урала, а японцам все, что за Уралом на восток. Японцы молодцы, они все ресурсы забрали. Ну, плодировали, забрали. В 1931 году японская Квантунская армия вторгается на территорию Китая и захватывает Маньчжурию. Маньчжурия – это часть Китая, северо-восточная. Вот здесь. Вот это вот Маньчжурия. И японцы зовут там марионеточное государство Маньчжуго. Японские военные, которые управляют маленьким местом царьком из Маньчжурии. Японцы планируют напасть на Советский Союз. Для того, чтобы напасть грамотно, они все, они японцы очень дотошные дороги, как вы знаете. Они используют разные железнодороги. Китайский восток, что это на Хайлар, на Аргунь. И строят железнодорожную ветку новую, которая проходит прямо-таки в двух километрах от монгольской границы. Все эти железнодороги ведут к нашему трансфильму. Чтобы проводить снаряды, пушки, танки, его возить ранее. Вообще, так крайне надо готовиться, в общем-то, правильно. Нужно какой-то два километра от монгольской территории. Все понимают, что монголы-союзники Советской России. Границу нужно было передвинить, чтобы мы не расстрелили их поезда прямой наводкой. И японцы решили границу отадить. Немножечко. От речки Халхингу. Где-то на 40 километров. Надо сказать, что в 1938 году японцы уже прощупали силы Советского Союза. Представляете, товарищу Молотову на ком иностранных дел сходят. Японский посол и говорит. Русские, вы незаконно занимаете исконно японские земли возле города Владивосток. Он говорит, ты что поелся, японец? Какие японские земли у города Владивосток? Сопки безымянные за озерное. Вот карты. Карты разворачивают, а японцы готовились к этому разговору. Даже в школьных учебниках переиздали всегда. А сопки безымянные за озерное возле озера Хасан. Там поставить гаубицы, можно обстреливать просто по Владивостоку. У нас в единственном порту на Тихом океане нормально. Молотов говорит, вы заблуждаетесь. Говорит, раз так, японская империя применит силу. И едва япония сказал, тут же снаряды и бомбы полетели на советские солдаты. Завязался бой упорный возле озера Хасан. Самураи, не жди пощады, ждет тебя суровый суд. Наши пули и снаряды смерть захватчикам несут, как ты или поток. Две недели тяжелый боёк, японцев выкинули оттуда. И они сказали, о, извините, мы ошиблись, это ваши исконные земли. Вот так. И они поняли, что прямо вот наскоком на Советский Союз не получится. И решили зайти с монгольской стороны. К счастью, в Токио работал советский разведчик. Как его звали? Не знаю. Рихард Зоргин. И он еще зимой 1939 года сообщил Сталину. Японцы готовят не просто провокацию, а крупномасштабное военное вторжение на территорию Монгольской Народной Республики. И особый корпус под командованием Фекленко был переброшен в Монголию, в город Тамацбулак. Ну как город, знаете, название условное. Держи-ка. Вот. Там Азбулак. Понимаете? А вот это вот места предстоящих сражений. Очень далеко. Ближе эта степь сухая, пустыня, не укрыться нигде. Но Красная Армия все-таки вошла в Монголию. 11 мая 1939 года, без объявления войны, отборные части японской квантунской армии перешли границу в районе реки Халхенгол. Началась война на реке Халхенгол, а вообще-то началась Вторая мировая война. 11 мая. Современные военно-историки почти все с этим согласны, что не 1 сентября в Польше, а 11 мая на далекой Монгольской реке, где схватились две сверхдержавы, Советский Союз и Японская империя. Потому что когда еще шли бои на Халхенголии, фашистские танки уже были в Польше. А как же нападение на Чехословакию в 1938 году? Ну, там считается раздел Чехословакии. Это еще все-таки не начало войны. Потому что это не начало полномасштабных военных действий, которые уже не прекращались. Конечно, к войне все шло. Все знали, что будет война. Причем все знали, что будет война Советского Союза и Германии. Все знали. Это было неизбежно. Потому что Сталин оттягивал, насколько возможно, эту войну. Естественно, монгольские пограничники не могли противостоять танковым бооразделениям, тяжелым бордировщикам японской армии. Монгольские пограничники подтеснили. Японцы вышли на берегах Халхенгола, отхватив 40 километров территории, как и планировали. Красная армия. 53-й особый корпус подтянулся, но ничего не вышло. Японцы окопались. В Красной Армии шла значительные потери. И тогда об этом выложили товарищу Сталину, что в СПИП он содержил победу. Сталин вызвал себе еще никому неизвестного молодого комдива Жукова. Говорит, говори, Жуков, вы должны отправиться в Монголию и разобраться на месте. Говорит, когда вылетать, товарищ Сталин? Сейчас Жукову уже надо будет. Через 40 минут Жуков сидит в самолете в Тушино и вылетает в Монголию. Ну, вот, книжечка, изданная в 1937 году. Речи товарища Сталина, 15-го съезда в Ак-Ак-Ак. Там каждая фраза кончится долгий, продолжительный смент из зал аплодирует стоя. Книжечку с собой насилия, а пуля была спасала. 37-й год был только-только. Жуков прилетает в Монголию и понимает, что война уже пройдена. Что японцы абсолютно господствуют в воздухе. Они разбомбили все наши аэродромы, все запасы с топливом, что нет никакого стабжения, что есть нечего солдатам. У японцев три железные дороги к линии фронта. А у нас... А у нас, как всегда. Смотрите. Вот места сражений. Река Холхенгол. Ближайшая советская железнодорожная станция это Борзя в Читинской области. Это японская территория. Дороги нет до сих пор. Тогда тоже не было. Солнчики, болота, барханные пески. Вот так вот. Везли все на полуторках. Вот этот рейс полторы тысячи километров водитель совершал за трое суток. Они вообще не спали. Японцы бомбили машины. Была дорога жизни. Везли все. От продовольствия до снарядов, от гвоздей до пушек и танков. Все везли. Дорога жизни. Потом Жуков писал, что если бы не чудо, благодаря шоферы, не было бы победы. Снабжение у нас было очень плохое. И самое главное, японцы окопались на восточном берегу. Я был там. Он весь в барханах. Японцы делали блиндажи. А западный берег, Лысый, это единственное и редкое плоское место в Монголии. Ни танк не срочешь, ничего, ни аэродром. Японцы летали и безостенчиво бомбили все, что могли разбомбить. Тогда Жуков обращает их к Сталину с просьбой отправить в Монголию летчиков асов. И 20 летчиков асов во главе с Яковом Смушкевичем прибывают в Монголию. Все герои Советского Союза. Героями стали за войну в Испании. Помните? 35-й год. Война испанских фашистов и коммунистов. Ну, по какому-то, колокол. Гражданская война в Испании. Особенно прославился Яков Смушкевич. Испанцы звали его генерал Дуглас. А фашисты говорили, о, если Дуглас в небе, мы не вылетаем. Он в небе себя чувствовал лучше, чем на земле. Причем он вел себя совершенно... Со Сталином по-свойски. Сталин напрямую в тапочках выходил. Говорит, ноги раздробил, болят еще, я так стою. Растреляли его в 1941-м, пожалуй, конечно. Ну, вообще, летчики очень независимые ребята. В любой армии мира до сих пор. Потому что там в небе бесполезно приказывать. Человек должен сам принимать решение в быстро меняющейся обстановке. Смушкевич прибывает и понимает, что это катастрофа. Нет самолетов, нет топлива. Главное, нет летчиков. Самолетов не проблема. Самолетов перегнали из России, топлива подвезли. А затем, смушкевич говорит, не вылетаем. Сначала будем учиться воевать. И русских, монгольских парней он учит воевать. Прикрывает товарища звеньями, обманывает японцев. И когда сталинские соколы поделись в небо, начались воздушные бои за Холкингол. Бои были фантастические. Константин Симонов, вот этот молодой парень, вот здесь на серке не боролся, вот он стоит. Это была первая военная командировка будущего великого поэта войны. Это Лапин, Славин и Артенберг, полевой комиссар. Они трое погибли в Великой Отече, но Симонов один выжил. Симонов прошел всю войну. Ее потом писал. Я побывал на всех фронтах. Я видел самые страшные сражения. Но никогда я не видел таких воздушных боев, как на Холкинголе, где разом в небе сражалось до 600 боевых машин. Нет, самолетики были маленькие, конечно. Но сколько их было? Японцы меньше, чем 200 самолетов не поднимали. Звездные войны смотрели, да? Вот примерно то же самое. Но вот на пятачке 600 самолетов. Японцы вначале считали, что русские не умеют воевать. Но когда летчик Ююкин, машина была подбита, загорелась, направил свой самолет во вражескую танковую колонну, взорвал себя японский танк. Когда Скабарихин пошел на таран, спасая товарища, японцы стали русских уважать. О, они же тоже кавикадзе, как и мы. Но они поняли, что это не тот уволень в обмотках, который боится своих офицеров больше, чем японцев. Который был в русско-японскую войну, это другой солдат совершенно. Скабарихин совершил первый в истории авиации таран на встречных курсах. Но надо вообще сказать, что первый таран тоже совершил русский. Нестеров в Первую мировую войну, но в Первую мировую какие были скорости у самолетов? Как у мотороллера. Они из самолетов могли из нагана перестреливаться. Так и было. Да, медленно летали. Но только-только фанера до Парижа взлетела еще. Тут уже война началась. А скорости истребителей и 15, и 16 наших, и 97 с моторами Митсубиси, японские, скорости были 450 км в час. Понимаете? 450 км в час. Скорость Боинга, ребята. И вот Скабарихин видит, что японец заходит с монгольскому летчику в Хост, а Хост это все. И он со всей силы ударяет винтом прямо по фюзеразу японцев. Теряет сознание. Самое удивительное, что он выжил. Он пришел сюда, когда машина падала, штурвал потянул и самолет посадил. Его окровавлено вытаскивают, смотрят, ну японец загорелся, взорвался, упал. А у него в крыле торчит шасси японского истребителя. Получил звезду Героя Советского Союза. Летчик Кравченко. В одном воздушном бою сбил одного японца, второго, третьего, четвертого, пятого. Кто смотрит, увлекся парень. Топливо на нуле уже. Он кое-как, ну эти бипланы они планировал, и как наш Ан-2. И без топлива приземлился где-то в Солончаках. Самолет не вернулся на базу, это что? Погиб. Ну, в бой туда две старики. Помните, Филипп? Стопочку поставили, все. Через три дня пришел весь опухший от комаров, говорит, давайте тягач заправим. Летим обратно. Получил звезду Героя Советского Союза. Не за то, что он самолет уронил, черт за Альгией. Потому что он сбил в одном бою столько японцев. Ну, и, наконец, летчик Грицевец. Он увидел, что командир эскадрильи выбрался с парашюта, который загорелся. А японцы стали убивать летчиков. Они понимали, что самолет это железяка, а летчика учить долго. Например, в 41-м году Куйбышевский завод выпускал 8 самолетов в день, боевых самолетов. Сталин говорит, вы враги народа, врать под Москвой, а вы выпускаете так мало самолетов. На другой день стали выпускать по 16 самолетов в день. Но эти самолеты сгорали, как спички, потому что кадровые военные были уничтожены в первые дни войны. Вот, вы вас взяли в летное, да? У вас будет два вылета, перед темнота фронта. Вас научат взлетать и стрелять, а сажать самолет не обязательно иметь. Не посадите. И лишь те, которые этот ад пережили в первые годы войны, потом стали рисовать звездочки на фюзеляже за сбитый немецкий самолет. Летчик самое главное. Представляете, огромная скорость в другом пространстве управлять машиной, стрелять еще. Короче говоря, японцы стали убивать летчиков. Парашютистов расстреливали, всех, кто приземлился, тут же убивали. И вот, на беду, командир эскадрильи его отнесли на японскую территорию. Японцы уже на мотоцикле едут, уже стреляют. Тогда, говорит, советс на преимущеем полете заходит на японцев, расстреливает их, сажает в какие-то кочки, уже из нагана отстреливаясь от японских. Затаскивает раненого командира в кабину одноместного истребителя, и с тем вместе взлетает и приводит его живым на базу. Удивительно. Парнем было 24 года всего. Когда Сталину разложили, он сказал, какой молодец. Дайте ему звезду Героя Советского Союза. Говорит, товарищ Сталин, а он уже Герой Советского Союза. Ой, какой молодец, сказал Сталин, дайте ему вторую звезду Героя Советского Союза. Так появилось звание дважды Герой Советского Союза. И первым был летчик, говорит, Совет. Сейчас из него у нас одна летная училища. А у нас в межрайоне есть улица его. Конечно. Вот он, с двумя звездами. Вот фотографию мне подарили его дочери, когда приезжали в музей. Парень погиб в сентябре 1939 года. Прошел весь акт войны на Холхенголе и погиб, испытывая новый самолет. Судьба. Да, молодой две дочери осталось. 24 года. Вот. Герой Холхенгола. Первый дважды Геро. Короче говоря, после этих тяжелых боев в небе, небо над Холхенголом осталось за самолетами с красными звездами на крыльях. Японцы не решали взлетать и бомбить все, что не хотели. Тогда японское командование, играя с генералом Каматсубара, решило взять в окружение японцев было намного больше всю советско-монгольскую группировку и уничтожить ее одним ударом. 2 июля 1939 года японцы форсировали Холхенгол на правом-левом планке, чтобы взять в кольцо советские монгольские войска. Японцев было 75 тысяч солдат и офицеров. У нас 35. Японцы имели двукратное превосходство. У нас были более мощные танки и в конце войны небольшое преимущество у Ядсы. Но в личном составе японцы в два раза происходили. Японцы подготовились. Жуков понимает, что японцы лезут, форсируют реку, он тут же пытается вызвать пехоту, а японцы все провода перевезли. Все японские лазутчики лишили штаб-связи. У Жукова под рукой только 11-я танковая бригада. 100 танков. Ну, 98. И Жуков не знает, что делать. Бросить танки в бой без пехоты или ждать пехоту? Как бы вы поступили? Бросить. Да, бросить, но никто этого прежде не делал. А что? Смотрите. Танк появляется когда, мальчишки? Первую мировую войну. Английское изобретение. Что такое Первая мировая? Люди изобрели две чудесные вещи. Пулеметы и колючую проволоку. И началась пересонная война. Мы поставили ряды колючей проволоки и пулеметные гнезда. И немцы, с другой стороны, колючую проволоку, пулеметные гнезда. И много рядов колючей проволоки. И все жутки побежат на колючую проволоку под пулеметный огонь. А дураков нет. Они сидят. Идут проливные этажи, читайте ремарка, да? Когда солдаты нанесируют крысы в шеи, тогда изобретают миномет. А мы вам сверху миночку закинем. А мы блиндаж накатаем. А мы мину побольше закинем. А мы еще накатаем. Армии вгрызаются под землю. Идут дожди. Все застыло. И тогда-то появляются танки. Эти громоздкие, неуклюжие машины, которые гусеницами давят проволочное заграждение и в пушах подавляют пулеметные гнезда, но за танками всегда будут пехотинцы. Потому что танк очень уязвим. Ну вот я самоходку управлял. Вот узкая щель, здесь башня еще. Ничего из них не видно. Ход только вперед. Объедешь примерно. Он только внешне страшный. Из танка плохо видно. Залегли, пропустили, гранату бросили, бутылку сжигательной смесью начинает гореть, там внутри сжаришься, и люди вылезают, и издлюкают. Танк очень легко уничтожен. К нему можно сбоку подбежать спокойно, мину прилепить, и готово. И за ней спрятаться. Так вот, пехота должна стреливать всех этих смельчаков, которые хотят танк уничтожить. Пехоты нет. И Жуков принимает решение бросить танк. Я видел эту хронику. Кстати, по пустыне 100 танков люк изобрали на ни одного живого человека. Какая-то война будущего. Как будто роботы не управляют. Вначале японцы вздрогнули, думали, что какая-то здесь ловушка. А потом поняли, что это ошибка. И с криками «Бонзай!» стали взрывать танк. У них были первые ряды смерти. В небольших окопах смертники камикадзе с миной на бамбуковой палке. И прям под гусеницу. Были парные смертники. Они мину на веревочке перетягивали, чтобы точно по танку попало. И загорелись танки. И началось боин-цаганское танковое сражение. Жуков был арестован и приговорил расстрелы на месте. НФВД, потому что работало на Холхенбуре. Он потом писал, говорит, «Знаете, я сидел и... Я понимал, что я ошибся. Что так никто никогда не делал. Но я также понимал, что если дать японцам окопаться, он потеряет регион. Они вгрызаются в землю тут же и выковыривать их просто невозможно. К счастью, гениальный командующий 11-й танковой бригады Камбрик Яковлев сумел сломить хребет японцев. Это была жуть. Воин-цаганское сражение шло двое суток без перерыва. Одно из крупнейших сражений вообще в истории войны. Танковых сражений. Потому что жуть для чего-то ходило. Наши снимали танк подбит, снимали танковый пулемет Дегтярёва. Это пехотка. Такой же, что присутствовал с тендиском. А стреливали до последнего. Когда японцы захватывали раненых, они просто резали на куски советских солдат. Просто на куски рубили. Затем были курьезные случаи. Один наш танк провалился в ров японский. И застрял. Не может выбраться. Наши затихли в дусе. Вылезать, расстреляют. А японцы забыли, увидели, что танк пустой, наверное. Решили забрать с себя. Они наш танк очень ценили. Японские были маленькие. Они тягач прикатили, выдернули танк. Наши говорят, спасибо. Движок-то у танка мощнее, раз, и тягач японские придачили к нам. Да, вместе с японцами там выпрыгивали на ходу. Как бы там ни было, но 4 июля японцы были разбиты и выброшены за реку Халхенгол. Многие утонули при переправе. Река не широкая, но очень глубокая с быстрым течением. Сейчас там стоит памятник в виде решетки монгольской юрки. И написано, с 4 июля нога японского солдата не ступала на западный берег реки Халхенгол. Обе стороны перешли к затиши. Выжидали. Ну и пока они выжидают, давайте посмотрим, каким оружием воевали в то время. Начнем с холодного оружия. Шашка. Шашка это оружие всадника. Если я кролерист, у меня должна быть шашка. Шашка пришла когда-то из Персии через Кавказ к казакам. К терзким казакам прийти. Чем асабли отличается, знаете? Нет эфеса, есть зацеп, темляк еще крепится к руке, чтобы если выбьет, не улетело. И еще шашку носят лезвием вверх. Асабли лезвием вниз. Потому что когда вы носите лезвием вверх, в конном бою она сразу переходит в удар. Казаки говорили, шашка должна быть гибкой, как лоза, легкой, как перо и твердой, как алмаз. Вот такая оружие. Конечно, в эпоху пулеметов авиация она немножко устарела. Но по закону каждый красноармеец, у которого была лошадь, был обязан носить шашку. Вот допустим, я командир эскадрильи современных истребителей. Ну что, я к Жукову буду летать на самолете, что ли? Нет, я пойду на лошадь два километра. Если я на лошади, у меня должна быть шашка. Возьми вот эту шашку. Вот эта шашка прошла четыре войны. Номера уже перебиты. Вот боевое оружие того времени. У японцев же были мечи. О, мне сегодня такой привезли. О-о-о-о. Это сингунто. Это не катана. Многие думают. Сингунто это военный меч. Вот такие в кожаных ножнах использовались японскими офицерами. Нередко сюда вставлялся клинок родовой 16-го века, 14-го века. Кожаная рукоять, вставки из кожи ската, но это довольно простой. Они короче, чем катана. Ну, а у сержантов были с латунной ручкой. Такие мечи обычно ковали из полотна китайской восточной железной дороги. Нормально, они нашли железную дорогу, верх десной рельсы срезали, поездами набитый откованный естественным образом. И рубили наших же солдат. Это символ японской военщины. Вот на этом плакате две-трех лидерики советским военским флагом разломают на куски сына в России. Почему символ? Японцы были очень жестокими. Ну, всем известна немецкая жестокость. Да, свенцы, лагеря смерти, уничтожение сыновых народов. Немцы жестоки своей педантичностью. Вот это вот фабрика смерти. Обувь сюда, зубы сюда, золотую, да, конвейер. Японцы же прославили звериной жестокостью, азиатской. Например, когда они, да, на куски, на части, рубить. Когда они взяли город Порт-Артун, еще русские попали в плен. Из статистического населения китайского населения города живых особо 4 человека. Эти мечи проверяли на пленных. Хороший клинок офицерский затачивается, финальная значка две недели. Четырех живых пленных клали, ироника листа палачек перерубал одним ударом. Если не дорубал кого-то, нужно было еще подточить. Вот такой японский. Такой вятхий. Ну, посмотрите. 350 тысяч мечей было захвачено союзниками в 45-м году. Они пополнили музейные камеры. Теперь короткоствольное оружие. На вооружение в Красной Армии в Монгольской стояло два образца. это наган и ТТ. Мальчишки, в чем разница? Барабан на магазине и барабан это пистолет. Это револьвер, это пистолет. Револьвер с барабаном. Здесь обои, да, в магазине. А что лучше? Не, барабан гораздо удобнее. Барабан здесь смотрят для чего. Плюсы револьвер. Во-первых, он всегда готов выстрелить. Неслучайно американская полиция их предпочитает. Не то, что они все ковгои. И еще он без отказа. Здесь ломаться нечем. Никогда патрон не застрянет, не заклинит его. Он без отказа просто его выхватывает, выстреляет. Он всегда готов к выстрелу. Здесь был с предварительным взводом и с автоматическим взводом. Два варианта. Братья Наган бельгийцы изобрели его в конце 19-го века в 1895 году и царское правительство взяло на вооружение. До конца 19-го века весьма неплохое оружие. Семизарядный, надежный. Недостатки. Прицельная дальность 50 метров от силы. Очень сильная отдача. Вот здесь на фотографиях есть кадр, где монголы учатся стрелять из Нагана. Они стоят как до картинки. Вот так. С расслабленной рукой. Вот, да. Чтобы гасить отдачу. Вот так его поведет в сторону 30 метров. Ну, к ближним бою. Ну, и еще. У вас 7 выстрелов. Вы их отстреляли, а потом откручиваем шомпол, откидываем щечку. Вдоль. Да. И начинаем извлекать отсюда гильзы. Потом берем... Это нужно 7 раз делать, да? Да, да. Отсюда патроны. Так, японцы, подождите. Подождите немножечко. Сейчас мы шомпол закрутим. Это хорошо было на Красной Пресне в 2005 году. С 5-го этажа там жандарма пристрелил. Говорит, вон он там. С таблями, глядя, бегут. Неспеша заряжаешь свою ногу. Иногда укорачивали ствол еще, да? Большевики. Но в бою это 7 выстрелил все дальше, как тамага в комплектации. Это нога. Но до 50-х годов был на вооружении Советская. Вы только не стреляете, ладно? ТТ. Тульский, и Тульский, и Тульский Токарев. Это уже пистолет. Какие достоинства? Мы один раз его взводим. Патрон поступает. Затем мы стреляем. Все были патроны. Пороховые газы отбрасывают назад. Гильза вылетает, следующая пружина и подается. И так вот 10 раз. Ну, институты может заклинить патрон, хотя ТТ надежная штука. Почти никогда не клинили. Отстреляли 10. Бросили, следующую берем. И готово. Надежный, мощный, неплохая прицельная дальность. Вообще, все армии мира уже перешли к пистолетам. В бою это выгоднее. Но у нас еще были револьверы. Вот это его можно производить. У японцев были пистолеты. Теперь огнестрельная длинноствольная. Легендарная трехлинейка Мосинка. Образца 1891 года. Вот это патронизация 30-х годов. Оружие революции, оружие Первой мировой, оружие Второй мировой войны. Пятизаряд. Смотрите. Вот здесь вот магазин. Вот под дроны подаются. Вот 7,62. Сразу в обычном месте пять штук вставляем. Они как-то скреплены? Да, они скреплены. У меня в посылках лежат. Затем мы взводим и стреляем. Взводим. Экстрактор выбрасывает гильзу. Подаем. Стреляем. Так, пять раз. Прицельная дальность до двух километров. В принципе, не врут. Из них были неплохие снайперские винтовки. Ну, из такой винтовки точно можно с крыши школы убить человека у метро авиамоторного с оптическим пациентом. Были стальки, Не самые лучшие, но были. Все недостатки какие. Тяжелая, конечно. Тяжелая и пять зарядов всего. Но в принципе оружие неплохое. До сих пор охотники в тайге используют. Главный плюс, как у всего советского оружия неприхотливость. Ее можно уронить в болото, в песок, дунуть, плюнуть, и она стреляет прекрасно. Неприхотливая. Что в боях в пустыне, что было неплохо. К ней прилагался штык. Команда прям будет штыки. Штрехгранный советский штык. Штыкового атака. Немцы фашисты жаловались лигу нации о том, что русские воюют негуманным оружием. У немцев были штык-ножи, у нас такие штыки. Такая рана практически не подается лечению. Этот штык создан только для того, чтобы убивать, прокалывать насквозь. Рваные края, треугольные, это четырехгранные уже. Ну, то же самое. Очень тяжело кричить человека. Впоследствии мы перешли на штык-ножи. Потому что чем больше раненых, тем хуже для противника. Потому что раненого же не бросишь. Его нужно выносить, это минимум двое, обезвести, лечить, конечно. А так убили, зарыли и все. Потом наштык-ножи прижим. Универ. Да. Это все условно гуманизм. Мины, которые только ноги открывают. Прикосильнее надо. Да. Японская винтовка системы Арисака. легонькая, полегче трехлинейки. Очень мощная, хотя 6,5 калибр. Японцы были мелкие. Вот это вот, мальчишки, девчонки, форма пожилого японского капрала. На шестикласснику уже не налезет. Они одну рыбу питались, метр шестьдесят от силы. Императр отдал приказ кормить солдат мясом. К 45-му году они подросли и калибр увеличили. А если маленький калибр, ну это плохо. Потому что ветер сильнее влияет на пулю. Но за счет того, что очень длинный ствол, прицельная дальность была великолепна. У них очень хорошие снайперские винтовки. Механизм нежнейший, как видеокамера Sony просто. Все отлажено. Прицельная дальность 2,5 км. Это не шутка. Японские снайперы снайперы это просто бич. Никто не решался голову поднять. Не сидели у себя, отстреливали наши. Вначале красноармейцы все ходили в фуражках, а потом хватило ума одеть панамки, которые получили название холкинголки. Афганку себе представляют? Вот до этого точно такая же панамка называлась холкинголка. Потому что убивали командиров, а то без командиров что салат сделать? Японские снайперы. Тот же камбрик Яковлев, который спас жизнь Жукова. Жукова, как вы поняли, не расстреляли. Была одержана победа. Он потом просто отсыл уже на нашей территории и люк-танку и упал с пробитой головой снайпера. Это Арисак. А к Арисаке полагался штык-нож. Доставьте. Японский штык-нож. Здесь везде клемма токийского арсенала. Хорошая штука. Можно и дров дырубить, и окоп выкупить, и биться в бою, и консервы открыть. Универсальные. Вот так он крепился на Арисаке. С оружием японского солдата. Ха! Банзай! И кнопкой все это снимается. Вот такой штык-нож. Держи сил. А почему-то девочки на плечо укладывают. Мы тоже замерли во всем мире. Это наш бронепоезд стоит на запасном пути. Да, мягкий, приятный. Пулемет Дегтярёвый пехотный 26-го года. Хорошая штука, но тяжелая. Один с половиной килограммов. Вот смотрите, я взвожу пружину. Просто в холостую его спускаю. Это в холостую. Говорят, были свельчины, которые стреляли вот так. Ну, в шоке во время боя. Татьяна, это копия? Где? Нет, все реально, просто деактивировано. Деактиват. Вот японский хороший деактиват, даже не видно, что там не работает. В трехлинике видно, что слух работает. Вот такой диск. Хороший плет, единственное, перегревался быстро, но последний раз я их видел, знаете, где? Армия Кадапи воевала с НАТО в Ливии в 13-14-м году. НАТО было в шоке, потому что пулеметы 26-го года ставили на Тойоту пикап и пытались сбить беспилотки кинотовские. Ну, порядочек, когда я проиграл войну. Но по тем временам неплохая была шоколина. Каста. Чья каста? Нет, не сражая, не сражая. Японская. Нет. Ребята, здесь подсказки лежит еще одна. А, немецкая, наверное. Немецкая. По силу это похоже, а красная звезда, почему? Нет, нет, вон так. Они одинаковые. Да? Просто это раскопано, а это уже покрасы восстановлены. Это халкинголка или солдатский шлем 36-го года. А вот этот сверху наплыв такой. Это вентиляция. Это последний тип шашек шлемов, которые заезжают от сабельного удара. Сабля скатывается. Потом уже саблями не махали. Недостаток ее. В фильмах, может, видели битва за Москву. может скрепиться на... Человек стреляет, а у него противорез она сползает на глаза. Все время движение солдат делает, управляет к изыреху, сползала. И ее заменили на СС-40, трехлепку или шестиклепку, которая уже известна, как советская каска, на памятниках везде. Можно огурцы на него отстрелить. Можно убить. И она чем отличается, она более круглая была, и уже не сползала, или как? И еще снайпер часто стреляет по силуэту. По силуэту издалека, вы сами заметили, напоминает немецкую? Да. Все ждали, что будет война. В 40-м году заменили каски. На всякий случай. Не было. А японская каска? Да. Вот она. Вы видели японские каски в фильме «Перл-Харбор». Вот. Просто так, да? Я тоже не хочу. Любопытно, у японцев тоже были звезды, только желтые. У нас красный, американцев белый. Вот японская красная. И здесь же трофеи японские. Здесь же японская кепка японского разведчика. Здесь клеймо тоже арсенала в Токио. И звезда зеленого с этого понятного случая. Он будет желтой звездочкой в кустах светиться. Вот. Видите, ему она молодая. Да, она говорит. Но мелкие они были японцы. Мелкие. Слушайте, они были мелкие, я говорю, давайте сюда. Мелкие, но очень злого. Очень. Зелезы на памятнике написано. Да нам далась победа нелегко. Да враг был храбр. Тем больше наши славы. Как ловко, а? Дай тут. Молодец, дочь охотника. Да зачем так-то? Вот сейчас у тебя знаешь, что было? Патроны бы посыпали, все бы заклинило. Да, да, один раз. Ну что же. Итак, обе группы войск перешли к затишинку, бароне вроде. Задача Жукова была обмануть японцев. Он стал слать радиограмму. Все, конечно, были зашифрованы. Японцы любители рассказывать такие кроссворды, судоку, знаете, да? Они обожали взламывать шифры, как вид спорта бы. Зламывали все. И тогда сложным шифром, чтобы они голову поломали, Жуков пишет, срочно пришлите столько-то тысяч тонн цемента, столько-то бревен, гвоздей. Вот вы, японские контрразведчики, вы получаете расшифрованное. Ну, о чем это? Количество 100 тысяч солдат? Нет, цемент, цемент, бревна. Оборона будет. Правильно. Скорее всего, устроят блиндажи капитальную линию обороны. Это такая двухходовочка. Это просто приказ Таллина перейти к обороне японца. Ля-ля, подбросили. А тут вроде бы вот так вот, и японцы ага, цемент. Здорово. Ну, чтобы так голову поломать. Дальше, следующую пешу перехватили. срочно пришлите 50 тысяч пар валенков и полушубков. Длительная оборона. Собираются зимовать. Зима в Маньчуре холодная. Ага, японцы успокоились обороны. Днем, там пыльное небо, ездили машины с реконструкторами и там были песни та-та-та-та-та-та-та-та-та советские и звуки забиваемых землю свай. Японцы в бинокле смотрели, что они там строят, что они там строят-то. А самолеты уже боялись выпускать. Вот почему они были уверены, что мы что-то строим. По ночам те же самые машины возили пластинки записью рево-танковых двигателей. И репродуктов. Японцы пускали, седали ракеты, стреляли, говорят, перестаньте, дайте нам спать. Безумные русские. Зачем они по ночам ездят на танках? Целый месяц японцы по ушам ездили. А когда танки пошли в бой, японцы даже не проснулись. Они привыкли. Их месяц приучали к его танкам, чтобы скрыть неожиданно стопадию. Тем временем Жуков и второй командующий Штерну разработали план уничтожения японской фронтурской армии. Какой был план? Двумя танковыми группировками форсировать экухалкингол, ломая оборону противника, взять их в кольцо при поддержке тяжелой авиации. Как пройдет танки? Левого фланга было понятно. Там нашли брод. Притык танки проходили. А направо фланги никак. И тут флотеры выучили. Приходят, говорят, товарищ Жуков, там наш фонтонный мост в начале войны, в мае, взорванный. Лег на дно. На дне 49-го фланга. Проверь, танки пройдут. Смотрите, на японских картах его нет. Он взорванный. С самолета вода. А танки пройдут. Нападение было раздачено на 20 мая 39-го года. Причем, это было воскресное утро. Три часа утра, в воскресенье. Потому что японские солдаты уезжали в китайские города отдыхать. И все офицеры отдыхали. За месяц они притупили длительность. За три часа до начала военной операции устно командиры получили приказ. Распечатали конверт от Жукова и защитали солдатам. Чтобы никакая утечка информации, никаких радиосообщений, никаких телефонных переговоров. Только из устных. И вот в три часа утра около двухсот истребителей поделились советских аэродромов и пошли прямо на японские позиции. Японцы в ужасе проснулись и в перепугу открыли шквальный огонь из всех зенитных орудий. Самолеты развернулись и на базу. Браво! Конечно же, в эти времена артиллеристы боги войны отмечали все расположение всех зенитных японцев. После чего ударили тяжелое орудие. Симонов писал, что как будто рощи фиолетовых деревьев выросли на горизонте. Все было дымом. И затем поднялись тяжелые бухгалтеровщики ТБ и истребители прикрытия. Уже трехсот самолетов. И посыпались бомбы на японские позиции. Артподготовка. Продолжают бить тяжелое орудие и сыплется бомба. Казалось, там ничего живого, остаться в принципе не может. И параллельно с этим две танковые группы войск форсировали реку Халкинг. Еще по бантонному мосту перешли сразу, а на левом фланге дожди прошли, река поднялась. Все понимают, что если не форсируют реку, расстреляют всех. Это срыв бояной операции, приготовили целый день. В ход пошло все. Голенище сапог, солидол, бинты удлиняли трубы глушителей. И первый так дырдул по роду и вынырнул в холодильник. Благо река была не широкая. Прямо по дну переехали. И японцы взяли в кольцо. Кольцо стало сжиматься. 24 августа все было кончено. 75-тисячная японская группировка была полностью уничтожена. Полностью это не для красного словца. Из 75 тысяч человек в живых осталось 200. Тяжелораненых попавших в плен. Японцы не сдавались. Нет, наши не то, что были звери, но когда наши заговорили, да, блиндаж японский. Выходить по одному. Японцы выходят, чуть опустил револьвер. Ползай! Гранату себе в под ноги взрывает себя и русские. Полностью нашу же гранату кидали, был спрашиван, кто там остался. Японец даже выходил из окружения, он не бежал домой. Он сел в окопе, искал красноармейца, убивал его потом себя. Напоследок. Короче говоря, это был разгром. В конце августа Советская Армия вышла к прежним границам, восстановили границу Монгольской Республики, там, где она была до начала войны 11 мая. И после этого японцы запросили мира. Японцы запросили мира и сели за стол переговоров. Прямо там, далеко от Лидии Фронта. Японцы говорят, нам нужно похоронить наших папших. Для этого мы должны проникнуть к вам на территорию и их похоронить. Штарик говорит, ну ага, один раз вас уже сюда пустили. А Жуков говорит, а почему нет? Да, нам что ли их хоронить? Мы сами похороним. Японцы говорят, да на, товарищ Жуков, но мы не можем по нашим самурайским законам хоронить людей, будучи безоружными. Мы должны быть вооружены. Штарик говорит, нет. Вот наглые японцы, вы вас уже сюда пустили вооруженных. С чем все закончилось? Теперь павших хоронить. А Жуков говорит, ну товарищ, хорошо, мы уважаем ваши воинские традиции, пускай все солныты будут с тесаками, а офицеры с мечами. Вот такие, ну да. И поехали похоронные команды. Здесь Жуков опять японцев переиграл. Регулярная армия была уничтожена. Пригнали новобранцев из Токио у мальчишек 18 лет. И что? Они читали в газетах, слушали по радио, что японская квантунская армия от победы к победе, она непобедима. Прошло две недели, пока решили переговоры. Что они нашли? Взрытую землю, руки, ноги синие уже, гнилые внутренности. Все, что осталось от лучшей армии императора. Люди стали сходить с ума. Суицид и впервые в японской армии появляются дезертиры. Они бегут, буш, за что их обманули, что это разгром. Информация пришла в Токио. Правительство Хиранума в полном составе выходит в отставку. Императором является многодневный траур и публично клянется японскому народу никогда больше не воевать за усилием. Вот главный итог Холхенгола. Не возвращение кускам монгольской территории, а это обещание японского императора. Когда в ноябре 41-го года немецкие танки были под воскрой, и фюрер кричал и плевался и говорил японцам вступайте в войну, вступайте в войну, вступайте в войну, где ваш второй фронт? Японцы просто, это по-азиатски очень, не отвечали. Ответил Гитлеру посол Германии в Токио фон Орт. Он написал кратко, мой фюрер, они слишком хорошо помнят Холхенгу. Япония не вступила в войну, хотя должна была, согласно плану Барбароса Гитлера. Это дало возможность ставки перебросить 22 сибирские дивизии под Москву. Они почти все остались здесь, в полях под Москвой. Но это была первая надежда на то, что хребет вермах можно будет переломить. Это была еще не победа, но по крайней мере это была надежда. Впереди был еще тяжелейший второй год, только в 43 как вы помните был решающий прелом войны. Но если бы Япония вступила в войну, понимаете что было? На два фронта Советский Союз не смог проливать. План Гитлера был осуществлен, они вышли бы лиственным запасом Болги, Кавказа, уничтожили нашу промышленность, и все было бы гораздо печальнее. Короче говоря, история была бы другой. И в годы Великой Отечественной войны у нас были союзники. Вы не поверите, это опять придумал Черчилль. Он американцам говорит, Рузвельт, если мы не поможем коммунистам, Гитлер нас всех подает по одному, говорит, Рузвельт, подумай, сейчас немцы захватят все, вся эта военная машина Сталина будет работать на Германию, подумай, они и до тебя доберутся, потому что до меня. Американцы такие, но мы не можем продавать оружие в третьи страны, Черчилль, думай, думай. Говорит, а, не можем продавать, но можем давать в аренду. Нашли американцы лазейку своих законов. Лазейка получила название Land Lease. Лизин, вы знаете, трудно переоценить помощь особенно Соединенных Штатов. Как вы к ним относились сейчас? 100 тысяч тудивекеров, десятки тысяч Виллисов, 29 тысяч боевых самолетов Аэрокобра. На Аэрокобре американские покрышки салфрижные герои Советского Союза. На Американском все было сложно, разные кнопочки, а он сказал механикам, слушайте, мне спаять все на гашетку, чтобы я зажимал один раз и не стрелял. Он просто ловил немцев кризис и стрелял из всего. От немца ничего не оставалось. И звездочку не двигаешься. Вот радиостанция американская. Американская. До сих пор работает. Там генератор рабочий. Крутишь, только идет по пальцам. Здесь аккумулятор заменить надо, зато здесь сохранились американские коды. Пускай НАТО дороже из нас есть. консервы. Миллионы банок с консервами наших открывали и говорят, о, второй фронт прибыл. Открывали второй фронт, потому что американцы все тянули и тянули. Помощь была значительной, но правда за эту помощь мы платили, как вы знаете. Мы платили золотом, что, в общем-то, оздоровило американскую экономику. И еще потом нужно было вернуть то, что мы брали в аренду. Наши, говорят, вот капиталисты, братья вроде с немцами воевали, а они вот так. И вот американцы принимают студебекера. Приходит, вот, держи. Говорит, вот язык. Студебекер, что там его язык? Как? Фашистская бомба, брат, все, что дошло. А студебекер в гараже, чистенький. Катюш, на студебекерах стояли почти все. Потом наши копировали американские машины долгое время. Это наши Уралы, Зелы. Ну, газ это порт. И был у нас еще один союзник, про который все почему-то забывают. Монгольская народная республика. В кино видели? Белые полушубки, валенки. Все шло из Монголии. Лошади все шли из Монголии. Продукты бескорыстные. Красно семьярка стала. Монголы опять, как спасая живого Бога, сняли женщины серьги, мужчины перстит, табакерки. И на это золото и серебро, которые отправили Советскому Союзу, построили танковую бригаду и скандрили боевых самолетов. Нет, строили их дальше, но на монгольский день. Что такое танковая бригада? Это сто танков. Гордили той войны, это казалось бы мелочь. Есть кадр, где под Рейхстагом стоит танк, на башне написано революционная Монголия. Это была бескорыстная помощь. Потому что монголы знали, что если бы не Советский Союз, японцы завоевали бы их. Если бы не Советский Союз, не было бы независимости в Монголии. На современном памятнике монгольской независимости две даты. 11 июля 1921 года и 9 мая 1925 года. Потому что условием победы Сталин сказал союзникам независимость Монголии. Это итог Ялтинской конференции. Это мое условие. И Международная Советская признала Монголию независимой державой, а не частью Китая. С Тибетом этого сделано не было. Поэтому китайцы Тибет оккупировали и никто не мог ничего поделать. А Монголия по сей день независимая страна. И обе даты независимости связаны с Советским Союзом. С Россией до сих пор Монголия наш самый верный Союз. Ну и напоследок. Жуков никогда не носил вот такой коностас медали, как его изображают. Он носил все время три знака. Обычный значок, 10 лет рабочих Россианской Красной Армии. Его первую медаль плюс значок. Потому что он говорил, знаете, мне повезло в Первом мирове. Ой, я не стал офицером. Не заслужился. Сталбур служил бы с белыми. Он честно писал мемуары. А что ему было бояться? Потому что после того, как он стал маршалом Победы, и когда Берия пытался бояться мятеж, Жуков сказал, армия за тобой не пойдет. Все, пошла. Крущев в общем боялся, что Жуков скажет, и армия пойдет и против Крущева. И великого маршала Победы отправили в ссылку командовать Одесским военным округом. Представляете? А монголы его боготворили. Появилось имя Жуков монгольского фуэра. И он любил отдыхать в Монголии. Я был в домике его, сейчас на окраине Улан-Батора, где он за черемей жил. И когда маршал умер, его награды военному форуму передали в Монголию. Мало кто знает, что подлинные четыре звезды героя Георгий Александр Жуков хранятся в Улан-Баторе, а не в Москве. В Москве золотые, настоящие норокые. Так вот, значит, значок 10 лет ровочек сритянской. Значок Захалхенгол, я вам его покажу. Получили все участники сражений. И звезду героя опять же Захалхенгол. Другие три он не носил. Он считал, что именно Захалхенгол он заслужил по-настоящему эту наград. Вот одна из любимых наград Захалхенгол. Здесь написано на латинице, потому что наши думали, а как монголами поступить, кириллицу им вести или латиницу? И решили вначале латиницу. Полгода было латиницы, когда выпустили этот значок. А потом все-таки решили, что монголов нужно принимать в братство советских народов. И великий лилис. Вот такая история, друзья мои.